Всем привет, дорогие друзья! С вами Валерий и вы на канале Валерий Хаоса. Мы начинаем первый выпуск по новой рубрике бесплатные игры. Здесь у нас будут выходить исключительно видосы по играм, которые доступны бесплатно в Steam, в Epic Games, в каких-то платформах и так далее. Могут быть гавноигры всякие, инди-проекты. Будем смотреть, там угорать. Если какая-то игра вам понравилась и вы хотите увидеть ее на стримах, пишите в обсуждениях в группе ВКонтакте в предложке по играм, которые вы хотите увидеть на стримах. Вот, ссылочка будет внизу в описании. Вот, так что не стесняемся, пишем. Ну и первый выпуск у нас начинает игра Отчужденный. Вот, акт второй, а игра в раннем доступе, хоть она вышла давненько, но игра до сих пор в раннем доступе. Первый акт у нас есть на канале, видео лестплеев пройденных. Вот, можете посмотреть, тоже ссылочка будет в описании. Либо можете заглядывать в плейлисты, там она есть. Вот, так что так. Ну и не забываем подписываться на канал, группу ВКонтакте, ставить большой палец вверх. Итак, и мы начинаем Фер Эл Шотландия. Дни до события акта номер один. Итак, первый акт, последний акт хотел сказать. Первый акт у нас закончился в том, что мы зашли в какую-то избушку и провалились под пол. Вот, а сейчас у нас начинается второй акт. Это события происходят до того, как мы вообще отправились на остров, где происходит безумие. Там какие-то зараженные люди или зомби, или кто это вообще непонятно, какие-то одержимые. Вот, ну я так предполагаю, это какой-то, не знаю, эксперимент, наверное. Смотрите, графу немного даже подкрутили, да, вроде как, покрасивее стало после первого акта. Даже так вот прикольненько все сделано. Комодик, коватка там все, все дела. Вот, игра сделана на движке Half-Life 2. Вот, только он немного видоизменен, так сделано поприкольней. Вот, ну что, давайте у нас обучалка, перемещение влево-вправо на... Шкаф не открыть. Шкаф не открыть, джинсиары тут лежат у нашего героя. Давайте взаимодействуем, открываем дверь. Взаимодействуем. Какая плазма, какая плазма-хереть. Плазма неплохая стоит. Хотел бы я такой дома, ну хотя нет. Дома я такой бы не хотел, потому что я телек не смотрю все равно. Вот, у меня времени не было. Не было, нету времени. Вот. Ноутбук бы я прихватил. Да. Если даже он маломощный, то похер. Чисто для интернета. Чайничек. Стеклокерамическая плита. У нас... Ух ты, ванна наполненная водой. Утька. Утька. Утька, мать ее, утька. Желтый цыпленок. Утенок. Можно даже покидать. Толчок, правда, засранный. Что-то он не помытый. Почему толчок не помытый, непонятно. Закрыть нахер. Не будем портить картину. Какая красота там на улице, вы посмотрите. Солнышко светит. Давайте включим телек. Частная охрана фирмы Sokol Клокнер была раскритиковано второй раз в этом году. По причине их чрезмерного использования снаряжения в своих защитных целях. Политика компании гласит, что снаряжение может быть использовано на любых целях. Фигуранты уверены, что это не обязательно. Таким образом, они стимулируют насилие, которого сами хотят избежать. Компания отказалась от комментариев, однако некоторые говорят, что это может привести к печальным последствиям. Представитель управления компанией ответственен за ряд охранных операций, причины которых могут пролить свет на то, почему управление не комментирует этот факт. Sokol Клокнер получила известность в этом году раньше за причастность к стихийным стрельбам. Сот сотрудника корпорации Арквей на одной из прибрежных буровых установок. 37-летний работник добрался до пляжа в Плафе, очевидно, с буровой платформы. Позже врачи нашли пулю его в ноге. Компания Sokol Клокнер подтвердила, что пуля была выпущена из принадлежащего, но отказалась комментировать ситуацию. Они настаивали на работе с уместными органами власти. В погоде нынче шторм Эдвин продолжает, однако, сегодняшний день готовит жителям северной части спокойную погоду. Метеорологи сообщают жителям текущей области, что надвигается сильный шторм. Достаточно рекомендуем заполнить ванной водой и запастись едой хотя бы на два дня. На этом у меня все. Присоединяйтесь к нам завтра в 7 часов за завтраком. Вот такие новостяки. Вот такие новостяки у нас. Короче, приближается шторм. Вода у нас наполнена ванной с водой. Мы уже подготовились, все отлично. Дверь закрой, и я теперь другой. Окей, так. Ну ладно, не по делу, мы эту дверь тоже закроем. Ладно, выходим на улицу. Че у нас там? Кстати, вот это, да, компания Арквей чем-то, блин, смахивает вот на Амбреллу. Вот чем-то вот она, тоже фармацевтическая компания. И по-любому она проводила какие-то эксперименты, непонятно с чем. Смотрите, какая природа, какие звуки просто. Спутниковая тарелка, ну да. Не удивлен, я не удивлен, что с такой спутниковой тарелкой у нас у главного героя. Показывает отлично телек. Ну вот смотрите, главный герой у нас вообще мажорик. У него, смотрите, солнечная батарея во дворе. Просто посреди, посреди двора у него солнечная батарея. Тачка, мини-венчик такой. Это тоже засранный, стекла засранные. Колеса спущены. Что-то он не следит за своей красотой, за своей машиной. Что хоть за машина-то, непонятно вообще. Что за моделька? Окей, ладно, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Открывай ворота. Блин. Да, движок подкрутили, нормально. Смотрите, освещение, прям блики, все это. Спасательный круг. Окей. Нормуль, музычка такая спокойно играет. Неплохо. О, крабик. Мать твою, крабик. Краб, иди сюда, я тебе сейчас... На суше. Заверну крабовую палочку. Да он не один здесь. Неплохо. Ладно. Движемся дальше. Смотрите, какая детализация воды. Мне вот всегда нравилась в Half-Life 2. Детализация воды, хоть игра и старенькая, но... Детализация воды там прикольная. А здесь еще так подкрутили, вообще ништяк. Так, наша лодка. Наша лодка, наша... Главный герой, он, походу, рыбак, либо... Просто любит путешествовать на лодках. Не знаю. Тут не подняться. Что можно покрутить? Что можно повертеть? Смотри, дверь. А. Вот так, да? И вот мы отправились в плавь. Я так понимаю, мы плывем к тому острову. Там что-то светится маяк, что ли, или что? А, это не... Это птичка летит. Я думал, это маяк. Да, спутать птицу с маяком, так и я могу. Окей. Еще здесь покрутить, повертеть можно. Дверь открой. Окей. Не взаимодействовать. Привет. Если кто слышит, это меня зовут Джонатан Дэрил. И мне нужна помощь. Эти создания не захватили остров. Вот, вот эти создания, да. Пожалуйста, у меня есть вещи, но... Они там, снаружи. И все. Все, что он хотел нам сказать. Что у него вещи снаружи. Ладно, плывем. Это нам не открыть. Спидрометры... Спидрометры не работают. Ладно. Можно покрутить, повертеть. Что-то штурвал. Дергаем. Направление не меняется. Хер его знает, что это за... Надо, смотрите, какая-то луна. Опа! Это выстрелы? Выстрелы. На острове. Ладно. Мне надо плыть на остров. Мне надо срочно плыть на остров. Поворачивай на остров. Крути педали, пока не дали. Крути что-нибудь. Нажимай какие-то кнопки. Опять выстрел. Снова выстрел. А смотрите, у нас... Неизвестный остров. Норвежское море. Часы после событий акта первого. Норвежское море. Мы находимся в Норвегии. В Норвегии мы находимся... Отчужденный. Давай я нам... Акт второй. Ранний доступ. Отлично. Все четко. Все по сценарию. Так, куда ты прыгаешь? Ну... Ну, хотя... После такого падения... Да. Сквозь щели. Сквозь щели. Отлично название. Скользнем в щели. Проскользнем в щели. Так. Ну, конечно, после такого падения... Вот на камне... Не грех просто окунуться в воду и... Освежиться. Ладно. Пошли покорять щели. Пошли покорять щели. Так. Мы теперь можем бегать. Окей. Фонарик. Включаем фонарик. У нас есть фонарик. Батарейки кончаются. А-ля Outlast. Окей. Главное, что нет у нас... Камеры. Это радует. Так. Ладно. Фонарик выключим. Здесь у нас другой фонарик. Какой песочек, да? Плежный. Чего? Прыгнуть вверх. Прыгни. Спейсбар. Спейсбар нажми и прыгни. Так. Дырень. Окей. Окей. Что здесь у нас? Ограждено. Нам здесь не пройти. А, нет, пройти, смотрите. Оградили, но... Но мы все равно можем пройти. Бить мы не можем ничего. Не можем делать. Мы выключим фонарик. Не будем тратить батарейки. Так. Окей. Значит, вниз. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. хорошо я даже не знаю в каком жанре это игра сурвайвл хоррор это просто хоррор это бревно не показалось что нога лежит ладно так сквозь щели пройди что-нибудь найди ладно здесь какая-то постройка генерал привет если кто-нибудь это слышит мне нужна помощь эти создания не захватили остров пожалуйста у меня есть вещи но они там снаружи это автоматическое сообщение от аркой корпорейшн действует обязательный комендантский час пожалуйста не выходите на улицу чё за звуки из тундры какой-то так поднять объект генератор генератор светится генератор нам надо его запустить получается это чё у нас это лифт не работает лифт не работает так окей покинем объект бочки поднимать всякие можно канистры ладно идем дальше смотрим смотрите какая клетка каменная клетка интересно для кого она была предназначена или это не клетка или это дом что это вообще такое что за сооружение как она называется если вы знаете пишите в контакте хотел сказать пишите комментариях этого видео так ладно канистра чпунь отлично нам надо запустить генератор короче заправить получается у нас есть теперь канистры давай-ка ее что это как она так стоит вот все мы запустили генератор ну давай попробуем допустим до лифт поехал лифт поехал все поднимаемся вверх блин что-то как-то прохладно не знаю я думаю это прохладно или это от пещеры дует так слякоть говнище говнище дерьмище что а кнопка там внутри руку не просунуть да да какой нахер руку просунуть у нас и ног то нет кинуть камень погоди даже так ни хрена себе я со снайперки не могу прицелиться в упор а тут камнем кинул и попал прям . что диктофон это лэйм джонс аудиодневник один мы только начали изучать водоросли и мы поняли это действительно светится если оставить это в покое на некоторое время что и так это круто у меня здесь был небольшой образец который я собираюсь ненадолго оставить моем офисе просто чтобы узнать что с ним происходит что не я понял что он да какой-то образец водоросли чудо там у него там был ну как это он преподнес непонятно что озвучка к это по ходу локализация не очень так ладно что у нас здесь кирка да ну нахер мы оля гордон фриман только с киркой мы мы потомок гордона фримана потомки ходят с киркой а да ладно разбить моя жизнь майнкрафт а да я люблю майнкрафт давай мне нужно больше ресурсов окей че не едем кнопка не работает прикол ладно а знаете друзья да в этом хайф лайфе было такое место короче было было такое как бы типа загадка что-то типа того загадки надо было короче устроить перегруз наверное здесь тоже самое закидаем все бочками бочку кинь закидаем бочку стример не тупой так ладно а дальше что поплыли куда по дверь-ка нет открыть не работает дверь не работает оба на щука мать твою щука щука мать твою за ногу я тону я тону твою мать а жизни прибавляются ну что значит под водой засмотреться за рыбками дыхалка то херовая а майнкрафт мне надо больше ресурсов больше досок давай запихивай во все карманы построю себе избу так вагонетка ничего не делается может я хочу железо накрафтить сколько мхада мхат бы позавидовал так так у нас тут дверь там чего врата врата еще тут если кто-нибудь это слышит не нужна помощь они транслируют сообщение комендантском часе но я не понимаю почему это сбой господи я надеюсь они не пытаются замести следы каким нахер следы заметать что ты там пола больше мне что-то там говоришь ворота закрыты идем дверь аптека нормаль аптека закрыть дверь через не разбить нормально таки да ящики даже кирка не разбить прочное дерево прочно так кирпичу ля окно не разбить ну конечно хень а дверь закрыта значит окна надо бить окна надо бить или чё а а понятно надо короче сделать себе вот так вот вход вход на крышу отлично и завален бардак ящик не открыть ладно так а я и все ну вы поняли меня да ладно не тратим фонарик ладно открылись ворота это короче какая-то шахта добывали какую-то наверное руду там или какой-то ископаемое наверное что-то что-то короче добывали угольная какой-нибудь так что дальше короче по этим поговну тут шаримся ладно что у нас дальше так коробка нам не нужна ладно окей деревянный ст это чё лайм джонс какой-то что это ключ какой-то нарисован лайм джонс ну и рожи у тебя наркоман наверно зачем он сфоткал свои ноздри тут забыл толчок батарейки здесь ходил в туалет по большому наверно заяц энерджайзера чё там лайм джонс лайф сэмпл секьюрити и н6 а батарейка ты брать не хочешь все хватит нам батареек мы с собой носить не можем батарейки что ли окей это лайма джонс дневник номер два образцы прижились хорошо мы просто наблюдаем их сейчас чтобы узнать что происходит потом да главный офис отправил запрос на несколько образцов поэтому мы собираемся отправить их туда в ящик кроме того когда у тебя появится случай я опять потерял свой пропуск но когда ты спрашиваешь людей о пропуске люди просто говорят хмм как хмм я не знаю кто то нет нет кто то не брал это это плохая идея какая-то крыса пробралась и взяла мой пропуск и теперь я не могу попасть в главный кабинет что ты криво разговариваешь чуваки он реально наркоман если бы ты мог просто сказать им это почему в прошлый раз это случилось это это что это что это случилось то они скажут что это моя ошибка и довольно неохота за меня заменят пропуск просто сделай это просто сообщим что я потерял его и мне нужен еще один или ты даже сможешь сказать что мне нужен запасной пропуск другой я не уверен что знаю куда он делся просто мне нужен другой пропуск в основном для нижнего уровня задрал блин столько слов и все одно и то же и так если бы это отправил там по электронам бэджики у меня появился новый бэджи который был бы лучшую ок ок дебил научись разговаривать правильно нашел я твой пропуск это чё за r2 d2 так компьютер чё там pdf файл какой-то email о да ну нахер я могу читать служба пропусков ага благодарим за ваш запрос так здравствуйте благодарим за запрос нового пропуска для справки номер вашего обращения ага 15 82 4 чтобы предпринять дальше член команды агу ответит на ваш запрос пожалуйста учите что вас могут попросить предоставить дополнительную информацию в зависимости от степени серьезности а а спасибо служба в пропуске аркио global operation это автоматическое письмо пожалуйста не отвечайте на него просим подумать прежде чем распечатать данное сообщение деревья являются одним из предметов вызывающих озабоченность в аркве а чуваки из арквы возбуждаются при виде деревьев нихера себе на самом деле мы требуем чтобы все сотрудники заменили свои дровяные камины на угольные камины помните сохранив деревья вы сохраняете мир как мило данное сообщение было отсканировано сканером безопасности арквы скорее всего в нем нет вредоносной программы да мое мнение тоже такое же спилил дерево посади новое ну спилил спилил допустим старое дерево посади новое вот раз уж такая пьянка да я думаю многие с этим согласятся Хьюго Уибер здравствуйте Лем мы получили ваш запрос на новый пропуск из-за уровня доступа к секретной информации в вашей должности мне нужно проверить несколько моментов касающихся утери пропуска пожалуйста максимально подробно пишите в ответе как это было спасибо Хьюго Уибер старший специалист поддержки по вопросам безопасности и имущества Аркоглобал окей так что он там ответил здравствуйте извините мой пропуск унесла лиса лиса он он умнее ничего не мог придумать лиса пришла и унесла у него пропуск я не уверен куда она ушла но я больше не могу открыть дверь и выполнить свою работу спасибо лям не могли бы вы точно описать как пропал пропуск где он сейчас нам нужно убедиться что он не за пределами объекта иначе это будет весьма серьезной проблемой для компании и для вас лично да под лесу вы имейте ввиду в прямом смысле рыжая пушистое животное рыжая пушистое животное ваше извинение о том что лиса обошла наши меры безопасности и пробралась на базу кажется крайне маловероятным я говорю какую-то херню придумал лиса унесла у него человек то вообще наркоман я говорю ведь это наверняка означает что вы не выполнили свою работу как следует значит ли это что люди могут вот так просто зайти на ваш объект ну конечно если лиса смогла зайти на этот объект значит и люди точно войдут войдут через щели так как там где вы находитесь очень слабый доступ к сервисам глобальной сети и vpn аркой глобал деактивировать действующие пропуска удалено невозможно скажите где по-вашему сейчас находится ваш пропуск ну если его унесла лиса так хер знает в норе наверно с уважением хьюго уйберт старший специалист по вопросам безопасности имущества аркой глобал люси бешоу люси бешоу что-то нам прислал уважаемые коллеги пожалуйста знакомьтесь с последним выпуском б б б б во вложении обратите внимание на упоминание аркой надо ли нам это расследовать также напоминаю не разговаривайте пожалуйста с местными сми без соответствующие разрешения сми сраная сми кинула мне страйк на три месяца да на ютубе если кто не в курсе люси бешоу старший специалист по связям с общественностью чё там о передовая новости передовая новостей сплетен спорта эстрады бизнеса и кроссфордов ваши газеты для вашей жизни запоминаем вестник вентворта аквей арку и корпорейшн завершает приобретение филипс фарма цептиков приобретение местной фармацевтической компании филипс было завершено в конце прошлой недели когда все 50 сотрудников были уволены это на 20 человек больше чем планировалось изначально хераси они просто взяли и уволили людей это стало известно когда арку и объявила о своих планах развернуть деятельность в регионе в исследовательских целях которые она не раскрыла бывшего владельца основателя филиппа бомонта заставили уйти из компании после получившего весьма широкую огласку срыва когда он был арестован за то что бегал по острову голым голым да ну нахер но у человека хобби такое ну что он почувствовал что он один ну это монстры и разделся и начал бегать голым наверное нам не удалось связаться с филиппом чтобы получить комментарии однако его бывшая жена писала поглощение как по всей видимости стратегическое хех он он как настоящий стратег снял себе одежду и бегал по острову голожопый сверкал своим оком саурона да да сейчас ясно что в новых владельцев не интересовала компания philips ее сотрудники и главной целью было здание земля на которой оно было построено как не перелиснуть ой 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 так бывший сотрудник бывший сотрудник бен килом киломок был раздосодован тем что забрали источник дохода предложение работы на острове не многочисленные редки и для большинства бывших сотрудников единственный вариант уехать с острова да я работал фил больше 10 лет они просто уволили меня это бессердечно да просто взяли так знаешь блин и воля людей которые всю жизнь работали там посвятили свою жизнь работе этой компании просто карьерному росту и не взяли всех уволили нахер бессердечные ублюдки но с другой стороны говорится незаменимых работников не бывает сообщается что нынешние владельцы закрытой шахты или амброзерс майн также ведут переговоры с аркой корпорейшн шахта находится рядом со зданием philips и похоже представляет стратегическую цену для корпорации мы связались с представителем аркой корпорейшн чтобы получить комментарии однако он отказался заявив что корпорация строго придерживалась местного трудового законодательства и предложила справедливую компенсацию всем перераспределенным сотрудникам газета обнаружила что компенсация подпадает под соглашение о неразглашении поэтому конкретные суммы выплаченные бывшим сотрудникам неизвестно конечно конечно что касается денег хера ничего там скажут больше на странице 11 кораблей в опасной близости от столкновения без маяка по словам рыбака джона александрсов корабли проплывающий рядом с островом в опасной близости от столкновения после закрытия маяка реттон газета так написал эксклюзивный материал об этих событиях на прошлой неделе когда маяк решено было списать из-за указаний на то что его стоимость перевешивала пользу от него департамент по исследованию морского сообщения отказался от комментариев после заявления выпуска прошлой недели о том что они уверены что это не повлияет на происходящее суда окей что там еще у нас за статья количество красных водорослей растет колонии водорослей на острове не сдают позиции последнее исследование показало огромное количество так называемых красных водорослей кстати да там чувак нас упоминал про эти красные водоросли это уникальный вид водорослей встречающийся только на острове а именно только на этом острове больше нигде хера себе продолжает захватывать озера и другие естественные водные объекты может они с марса местная жительница роузи харман видит в водорослях угрозы была бы рада если бы они исчезли заявляя они водоросли распространяются все больше и нам нужно избавиться от них как можно скорее я не хочу чтобы вся вода на острове стала застойной отстойной что в них вообще полезного не знаю может они в них много железа там витаминов много ладно ух ты ни хера себе смотрите у меня такая же стерка была в школе и линейка такая же была правда погрызанная окей ладно мы нашли сраный пропуск вот он которые по словам внесла лиса куда нам его пихать что тут осень что ли блин как птички поют ништяк кофе кофе не неплохо неплохо так сделано ладно заброшенный пост часть 2 окей пробрались так а сохранится я могу ну ка погоди сохранится я сохранился сохранение все я сохранился короче да я сохранился ну и что друзья вторую часть мы будем проходить уже на следующем видосе в рубрике в рубрике бесплатные игры вот в принципе немного сейчас познакомились с игрой я думаю дальше будет интересно то что первый акт он такой то мы постреляли и побегали и всякие там уродцы ну не уродцы а всякие зомбари там даже были люди против которых мы постреляли я думаю сейчас начнется в следующей части я думаю все будет все будет посмотрим посмотрим в принципе да ну и на этом я заканчиваю друзья кому понравилось ставим лайк подписываемся на канал группу вконтакте вот кому не понравилось ставим дизлайк сразу вот без разговоров да ну если вы поставили дизлайк пожалуйста пишите в комментариях почему ну просто мне интересно вот так ну и и наверное все всем пока с вами был валерий всем удачи 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 удачи